Радио 54 Скоро со всем состоится фестиваль, и мы к нему готовимся и делаем это весело и дружно. Да. Ну что, собрали декорации? Декорации это не самое главное в нашем фестивале, хотя да, самое, пожалуй, трудное, потому что, ну, это же материальный такой аспект, он очень важен. Без декораций будет не так красиво, поэтому, да, мы стараемся. Все пройдет в парке у моря Овскова? Ну, не совсем в парке, там есть парк, который с аттракционами, а есть просто территория, которая прилегает к парку, принадлежит парку, но не сам парк аттракцион. Можно сказать, что это между парком и бумерангом, там есть такая площадка, она, мы ее облюбовали давно, и сейчас, кроме нас, там еще куча фестивалей ее тоже облюбовали, и теперь она такая, ну, как бы, можно сказать, фестивальная площадка вот возле моря, со всякой сценой. Чтобы к вам попасть, нужно пройти через парк или нужно пройти? По диагонали, ближе к морю держаться, курс на море, значит, по диагонали выйти, да, и можно спросить людей, там, в принципе, все местные знают, где там эта площадка со сценой. Итак, три дня фестиваля, с 5 по 7 июля, 7 площадок различных направлений, большая игровая программа, мастер-класса, здравительные практики, прикладную, творчество, танцы, боевые искусства, музыкальная, костровая программы, деловая площадка и площадка будущего. Так и хочется про каждое спросить, что же это такое, звучит не везде понятно, и очень, конечно же, интересно. Прежде чем мы пройдемся по программе, или сначала пройдемся по программе? Да, мы можем по программе пройтись, да, давайте. Давайте. Программа. Да, ну, то есть, действительно. Тут вообще 7 площадок различных направлений, никаких направлений? Да, да, ну, на самом деле, мы только сейчас мы сократили количество площадок до 7. Ах, больше планиров. Это мы сократили, да, потому что, ну, невозможно было выбрать, нам прям люди уже писали в отзывах, что, ну, ребята, ну, невозможно на 12, на 13 площадках одновременно все происходит, ну, как линейки мастер-классов, там, всякие программы. Им хочется быть везде. Да, хочется 12 двойников, и, в общем-то, чтобы везде побывать, потому что, действительно, иногда невозможно выбрать. Поэтому мы решили пойти людям навстречу и уже как-то подсократить, подобъединить, и чтобы, ну... Ну, на 7-то частей проще, как мы знаем, из «Гарри Поттера» разделиться, чем на 13-то, да? Ну, в общем-то, да. Куда будем разделяться? Что за тема? Ну, смотрите, у нас просто фестиваль такой, ну, такой, немножко особенный в плане того, что он делится не только на тематике, но он делится еще на стороны света. То есть, вот у нас... Да, север, юг, запад, восок. Что это значит? То есть, вот у нас там есть центральное дерево фестиваля, вот в центре площадки. Это типа центр, там, площадка будущего, ну, и общий центр. А от него, ну, мы прям с... берем прям компас, все по-серьезному, и смотрим так, север примерно туда. Это спортивная ориентировка. Да, ну, это когда мы выезжаем на площадку, там, смотреть, где у нас что будет располагаться. Мы берем с собой обязательно компас, да, и от севера. Север у нас там на севере, вот, и от него уже там, соответственно, восток, там, юг и запад ориентируем. Вот, ну, то есть, площадки стилизованы под культуры, то есть, я не могу сказать, что это, там, реконструкция, или какая-то конкретная, там, народность, там, да, ну, нет, это собирательное. То есть, если север, то это то, как мы, ну, соответственно, представители аркомитета, там, мастера, как мы ассоциируем север. То есть, там и викинги у нас, там и, ну, славянские какие-то такие образы. Ну, то есть, такой, наш север. Игра престолов. Ну, типа того, да. То есть, это такой немножко такой ассоциативный и, ну, и все-таки с намеком на культуры. То есть, там действительно будут, ну, такие образы и немного костюмирования. То есть, мы, соответственно, предлагаем людям, всячески поощряем тех, кто образы принимает. Ну, то есть, немножко костюмируется, стилизуется. И даже мастерам, вот, которые проводят мастер-классы. Плюсик за костюм. Да, плюс и бонусы, и там розыгрыш. Ну, то есть, людям, которые будут в костюмах, в образах, им будет гораздо интереснее на фестивале. И они получат больше удовольствия. Вот. Ну, и, соответственно, север. Ну, восток, площадка восток. Там больше-таки азиатский восток у нас. Ну, не такой, который там танец живота, а вот именно который, ну, Китай, Япония. Ну, вот в такой теме. Вот. И, ну, юг это у нас вот как раз то, что связано с танцами живота. Ну, не только. Ну, то есть, там и Индия, и такие арабские. Вот. Юг у нас такой жаркий. Ну, и еще потом по тематике, когда буду говорить, расскажу, что на каждой площадке у нас своя фишка. Ну, и Запад это, соответственно, там и античная культура, и такие европейские. Ну, такие, больше такой средневековью, но с элементами разного периода. Вот. Ну, и площадка в центре, это площадка будущего, потому что, ну, она объединяет то, что все хотят в будущее. Потому что прошлое, это, конечно, очень хорошо, это все там древности, все эти лучшее из прошлого нужно брать, а будущее, ну, нужно выходить всем вместе. И вот, ну, идея фестиваля как раз с этим связана, что, да, мы все представляем какие-то интересы, какие-то культуры, вот у нас у всех есть какие-то свои направления. Но когда мы берем лучшее из этого, когда мы можем договориться, объединиться, то рождается будущее. Сделай любовь, не делай войну. Вот. Да. И все с этим связано. Ну, и в центре у нас, соответственно, все образы будущего. То есть, как мы видим будущее. То есть, там могут быть дискуссионные такие, ну, доклады там, ну, и такие дискуссии, потому что есть люди, которые, например, говорят, мы за экологию, мы хотим, чтобы был там здоровый образ жизни, и чтобы мы жили там на природе. Такое у нас будущее, да. А кто-то говорит, ну, как, технологии будущее, да, ну, то есть, там, подвесные, там, мосты, там, транспорт будущего, там, архитектура. И мы пытаемся применить. Сделать экологичные технологии, да, это прекрасно. Да, 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 ну, это вот, да, такое вот у нас образы мечты, как бы. Выстроить мосты. Да. И вот сюда еще мягко и красиво вплетается Максим Казарин, который занимается искусственным, неправильно сказала, не искусственным, а составляющей искусства во всем этом. Вы знаете, ребят, мне бы хотелось на сцене этого прекрасного фестиваля. Вот. Будет сцена и будет концерт. Будет, будут таланты. Представить, да. То есть, вообще, как я это вижу, например, от каждой культуры, да, ну, пускай выходят ребята, которые умеют танцевать восточный танц, не знаю, то есть, рассказывать поэзию, там, Серебряного века, там, какой-либо цивилизации. То есть, чтобы это было, ну, действительно, то есть, достигнуть вот эту вот мультиформатность, да, и... Мультикультурность. Мультикультурность в творчестве. То есть, это не одно какое-то направление, там, рок или, я не знаю, то есть, классика. У нас, на самом деле, фестивали, то есть, приоткрою такую, может быть, кто-то об этом думал, приоткрою завесу, у нас мультиформатных фестивалей раз-два и обчелся, и, по сути, их нет. То есть, у нас либо есть рок-фестиваль, либо поп-фестиваль, либо, там, рэп-фестиваль, допустим, да. Я бы хотел в итоге сделать, чтобы, например, вот три дня звучали разные, вообще, то есть, совершенно разные направления. Разные песни, разные танцы. Конечно, в финале это был бы общий джем, где объединялись бы разные направления, да, и появлялись новые. Только из, как так сказать, соединения чего-либо возникает третье, да, ну, то есть, мужчина, женщина, ребенок, то есть, вот это и в творчестве, это тоже очень важно. Наука, творчество, да, как интересно. И вот тогда мы выйдем за грань, то есть, мы не будем топтаться на месте, да, в этих стилях, в этих догматах. Ну, я надеюсь, на сцене будет появляться только искусство, а не дети, да? Ну, вы знаете, на самом деле, есть много моментов, интересных историй, мы не будем их рассказывать, но, на самом деле, многие пары познакомились в нашем фестивале, и они даже приезжают на это место. Познакомились, это прекрасно, познакомились, это замечательно. Ну, да, да, ну, в общем-то, да, ну, это самое романтичное. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106,2 FM.